Боже, какая я некрасивая. У меня вопрос к ребятам, которые вот только-только зашли. Качество хорошее на стриме? Ну, есть 1080, я не в пикселях, со мной всё хорошо, да? Просто если хуйня, я бы, ну, я бы перезапустила. Норм? Всё, кайф. Тогда хорошо. Привет. Нет. Да нет, я не стримлю, балуюсь. Более-менее? Так должно быть не более-менее, ну, сейчас пиксели я вижу, да, потому что в комнате здесь темно. Но! Должно быть хорошо. Ну, вот тут вот хорошо. Зато видно все мои прыщики. С кайфом! Не, Маши сегодня не будет, я дома сама. Я просто решила приготовить похавать. И мне так лень было стримить с компа. Ну, типа, запускать с компа стрим. Поэтому я решила запуститься с телефона. Сейчас. Привет. 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 Я, правда, себя второй день подряд чувствую с усу. Не знаю, может, я заболеваю. Так редко стримишь. Так что норм. В смысле, я пытаюсь каждый день стримить. Но кукинги и реллу я делаю редко, факт. Вчера, короче, купила апельсин. Кто вчера смотрел со мной фильм на Твиче, вы видели, какой апельсин хавал, и он был беременный. Вот он. Это апельсин. И ладно апельсин. Почему в нем растет еще несколько апельсинов? Это так стрёмно выглядит. Ну, типа, как гомункул какой-то. Она мама? Ну, вы видите, да? Типа, кожура разрезанная, и в ней еще там пару штучек. Или нет, Кариса, иди нахуй. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо. Всё, пиздец. Не выговорила я слова, чего доебался. О! Слышали? Сейчас я покурю и будем начинать. Я просто жду, пока люди соберутся, чтобы лицезреть мой гениальный кухонный шедевр, короче. Ой, подлиза в чате. Даже вижу, что я сегодня стрёмно выгляжу. До скольки будет стрим? А что такое? Хочешь пораньше съебаться? Кухонные... Кухонные... Кухонные принадлежности. А разве не кухонные принадлежности? Кухонные... Блять, это как бронированные и бронированные, как... Торты-торты. Я пытаюсь понять, когда вылез этот прыщ ебаный. Я сегодня после стрима иду на почту отправлять папе айфон. Я, короче, еле сбросила iCloud. Там, короче, был мамин iCloud. Мама с папой не кинтачит. И мама говорит, если ты собираешься передаривать айфон папе, удались мой iCloud оттуда. Я, короче, теперь боюсь, что я удалила iCloud, а он удалился и с этого телефона, и с маминого нового. Ну, типа, с моего старого 13-го провакса. Если она сейчас мне наберёт, будет на меня орать, что... Где мои фотографии? Где мой Viber? Где мой... Я в тильте буду, честно. Но я вроде удалила, он теперь там заряжается. Надо на почту будет его сегодня отнести. Вот. Я не могу сейчас клипы чекать. У меня нет ноутбука, у меня нет айпеда, я не мажор. Но, кстати, я задумывалась о том, чтобы, ну, купить себе этот... планшет хотя бы какой-то, чтобы... Если я стримлю Ирелы дома, но это дело редко, поэтому нахуй не нужно, чтобы типа чат читать, потому что неудобно таскать с собой телефон со штативом. Можете злому это заклипать? Артур. Как тебе по батькой? Господи, я не помню. Если бы ты был в Варшаве, я бы, может быть, и зашла бы в гости. Я не против. Я типа, ну, ладно, тебя не держу, я к тебе на норму отношусь. Но ты же улетел на Мальдивы, куда-то там отдыхать летал. Мог бы меня... Ну, меня не надо брать. Ну, в общем. Короче, был бы ты в Польше, я бы зашла в гости. Ну, или хотя бы на кофе бы встретились. А так что? А так... Променял меня на Мальдивы. Ну, вообще, по факту я бы так же сделала. Но суть не в этом. Я стала взрослее. Брат, я старею уже. Я сегодня успела и поплакать из-за того, что я поздравляла сегодня папу с днем рождением. И до меня дошло, что ему 47 лет исполняется. И, типа, блядь, я такая, 47. Моему батю недавно было там 30 с хуем. Уже 47. Ну, да, он еще не старый. Но он уже такой. И не молодой. Что-то медиум рейер. Hello. Ну, короче, ну, как бы... В моем возрасте он уже с мамой поженился. А я еще... Hello! Hello, подписчики! А мы сегодня макароны готовим. Блядь, это такой стыд, на самом деле. Ну, ничего. Я никуда не тороплюсь. Я не хочу повторять ошибки родителей. Типа, жениться очень рано, потом разводиться. Ребенок потом от этого страдает. Ну, его нахуй. Я все успею. Надеюсь, что вот... Не останусь в 40 лет с котами. Ну, с собаками, в моем случае. Да. Блин, айка с курицей и курицей. Надо уже начинать хоть воду ставить, макароны какие-то доставать. Точно с качеством стрима все хорошо. Я просто переживаю. Потому что, блядь, в кофейне недавно запустилось. Как будто, блядь, в 420p стрим шел. Я сегодня поставила 1080 на 60 фпс. Поэтому должно быть нормально. Развод не зависит от возраста. Слушай, по... Как это? По молоденке, по... Короче, по неопытности вот люди, которые выходят от 18 лет до 25. Есть какая-то там статистика в интернете, что люди, которые рано женятся, они, короче, разводятся очень часто. Не, ну типа, блядь... Не знаю, это насколько надо любить человека, чтобы понимать, что ты готов с ним прожить всю жизнь. Это, наверное, тяжело. Об уходе с твича? Да нет. Ну, бывает, что мне это надоедает. Типа, какие-то апатии, там, опускаются руки. Думаю, блядь, шо, 372 человека, почему так мало? Ну, нет. Мне нравится этим заниматься, поэтому я пока что не собираюсь уходить. Я еще не старая, я еще не такая, как Ликс. В общем, могу пожить на твиче, да, там... Сегодня дипломус еще защитил, поздравляю. Ну, уйдешь, что будешь делать, например? Я стример. Честно, в душе я не ебу. Не знаю. I don't know. Я ничего не умею делать. Я стример. Лох. По жизни. Ладно, чатик. Го, что-то делать. Вот только я никогда не готовила, и у меня проблема. Сначала надо сварить макароны и пожарить. Короче, сложно. Это очень сложно, girls and boys. Ну, а мы постараемся. Сейчас, сек. А просто заказать? Ну, просто заказать любой дебил можно, а приготовить? Не любой дебил. Но мы постараемся. Так. Перфект. Ну, ну, пожрала я вчера фисташек. Кстати, я не знаю, как вам... Посмотрите. Вам не кажется, что я какая-то массивная стала? Ну, типа, машина какая-то. У меня такие ляхи округлые стали. Это я поправилась или это из-за зала? Вот интересно. Они прям такие, ну типа, блядь. Твердые. Квадры. Ну вот, да, мне кажется, я чуть-чуть накачалась, потому что у меня... Ну так, плотненько. Могу еще показать бицепсы, смотрите. Ну, нихуя не видно, но у меня вот тут, вот тут, вот видите, что-то появляется. You know? Ох, нихуя себе! Выпуклость! У меня раньше вот этой хуйни не было. Видите? Вот эта вот пиздюлька. Ой. Ну... Так, люди добрые, пожалуйста. Это достижение. Макароны по-флотски. Ну, макароны с фаршем, чтобы быть вообще попроще. Ладно, сейчас надо поставить воду. Я три месяца в зал хожу. Ну, пятого числа будет три месяца, потому что пятого числа я пошла в зал. С тунцом пробовала, да. Я как раз вчера купила тунец на всякий случай, чтобы потом, если закончатся макароны с фаршем, потом сделать тросом. Девочки, лапшот, который нам парни на уши сыпят. Шутка. Фарш. Какой у меня богатый холодильник. Вау. Фарш. Я надеюсь, с ним за ночь в холодильнике ничего не случилось. Там еще нужна морковка, цибуля. Ну, вот я не знаю, а у меня есть цибуля. Девочки, у меня есть цибуля, представляете? Кепчук. Ааа, у меня кетчупа нет. А как быть, у меня кетчупа нет? Я думала, у меня есть, у меня, блядь, два майонеза. Это плохо. Не, какую пиццу? Что такое, цибуля, вот. Вот это цибуля, видишь? Магазин. У меня далеко магаз. В этом, как бы, проблема. Блядь, вам не кажется, что этой морковке плохо? Ну, просто я туда давно не лазила. Может, ну я нахуй эту морковку? Выкинуть, реально? Ну, значит, будет фарш с цибулей. Ну, давайте я ее помою, попробую. Может быть, если я ее помою, будет лучше? Факт, да щит. Сек. Мне кажется, нихуя не поменяется. А ну-ка. Нет, слушайте, внутри она нормальная. Может, ее почистить и сделать? Ну, типа. Мне кажется, если ее почистить, она будет норма. Так, я не готовилась к кукингу, я просто приготовлю себе хавчик, потому что у меня дома нечего есть. Ну, я могла просто забить хувы, запарить себе милину сосисками, но я так ела вчера. Не рискуй. Да, нормально. Максимум, что может произойти из-за гнилой морковки, это я могу обосраться. Ну, это ничего страшного, прощищу желудок, все окей. Все будет гуд. Блядь, у меня еще ножи тупые, блядь. Мужик, почему у меня нет мужика в доме? Наточите мне ножи. Ну, она пахнет нормально, как морковка. Блядь, нож просто, нахуй. Даже не зарезать никого. Да, донаты... Донателла работает, если хотите, можете задонатить. Донателла работает, как бы. Не поняла. Типа, донат был? Спасибо за донат. На экране его нету, я вижу сейчас. Почему его нету? Все примененные источники были удалены. Сейчас, секунду, я посмотрю, в чем прикол. А он не хочет у меня выводиться на экран. Ладно. Ну, в любом случае, если вы задонитесь, я буду безумно благодарна. Звук был, а доната нет. Блядь, на морковке, я вам так скажу, морковки в этой болоньезе будет минимально. Вот что у меня получилось из той морковки, которую я вам показывала. Майнкрафт. Видела бы мама, как я чищу морковку, она бы мне пиздюлей бы дала. Может, другим ножом попробовать? Ну, просто тут, ну, тут как бы ее, если чистить ее легонечко, тут прикол в том, что она не чистится. А-а-а, порезнулась. Нет, все нормально. Во-первых, я левша, и мне тяжело чистить. А во-вторых, она очень мягкая, эта морковка, и она не хочет чиститься. Да в пизду, может, эту морковку, блядь. В пизду эту морковку, блядь. Ну, вы видите, что с ней? Ну, типа, она супер мягкая, так не должно быть, это же морковка. Ну, мне кажется, ей уже плохо. Что? Рейд? Привет всем рейдерам. Хотите, покажу, как я умею готовить? Это из вот такой вот морковки получилось. Рейд от мужа. Так кто меня нахуй замуж возьмет с такими кулинарными способностями? Мэйкси. Я че, СВ? Да привет, привет, лишь говорю, привет рейдерам. Че напали? Я видела, как он в папк играл, я слежу за ним. а вы что думали просто может быть все таки вариант с кукингом был плохой надо было не позориться просто вне стрима это приготовить да и все вообще в курсе насчет того что типа место женщины на кухне это полный в большинстве всяких дорогих заведениях шеф-повара мужчины вот поэтому мужику место мужиков на кухне типа они но они вкуснее готовят лучше у них то лучше получается ну если мы место застиралка я не против в принципе что там стирать блять закинула включила достала все а бабы на стропе пусть и башит не ну если это какая-то накачанная женщина то почему нет сейчас плакать буду еще один майнкрафт блять пиздец то ладно это получше выглядит тихо девочки а мне хоть терка есть интересно прикиньте есть я там уже вода закипает а я только цебулю порезнула смотрите как буду сейчас искусно натирать чекайте вот так вот надо встать ладно нет мы тут едим ну вот так вот как-то о ай брызнула в глаз гнида блять куриная лапка чисто я боюсь просто руку себе надрезать порезать я думала натереть проще ее нет блять блять как ты готовишь блять я же говорю что я замуж не выйду но если тип будет выбирать по качеству готовка стирка то мне типа не светит замужество забей только если я возьму замуж за красивые глазки вот тогда может быть а блять как она печет лук натирают первый раз видишь ну моя мама когда делала котлеты она добавляет всегда туда хлеб цебулю ну лук и этот и она всегда это на фарш перемеливала с цебулей как эта хуйня называется на блендере вот это по факту то же самое что блендер мясорубка ну блендер мясорубка ну вы поняли короче о чем ебать как глаза печет так мне еще нужна сковородка а ручка нагрелась блять это прикол какой то но это уже не специально я сделала у меня тупо блять стоит на плите макароны варится практически и у меня ручка нагрелась ебать может я как-то остудить подуй хороший вариант мой хороший так сначала морковка морковка морковку забыла потереть простите секундочку она не натирается блять может кукинги это реально не мое ниже надо пустить брат у меня тут места нет чтобы вы что-то видели вот так могу сделать нормально просто я типа высокая а если сделать камеру вот так то меня за тумбочки не видно морковки чисто тебе бы стульчик ну кстати да да ты прям гений ты что джиниус я не пукала если что а морковка она не трется вообще из-за того что она мягкая да это не я это стул ладно похуй я ее порежу потому что это бесполезно я не стерла пальцы все гуд все нормально мне надо уже просто макароны закидывать девочки я просто левша левшим левшам тяжело резать готовить понимаете это не для нас работа а еще я ломаю макароны представляете я изверг больная они просто так проще готовятся что сразу больная ну немножко бывает что-то так они шались за вот такую штуку короче это приправа 10 овочев какая-то странная дичь но с ней потом все вкусно получается любую хуйню можно исправить так фарш у меня есть я думаю его перемешать сейчас с цибулей и морковкой вот много конечно получилось да кринж на 15 лет братан ну не всем уже быть идеальными я кринж это бывает мне это нравится я не могу быть спокойна а что надо в так здравствуйте сегодня мы готовим пасту болуниезе нам понадобится фарш нам понадобится цибуля вот так вот это сделай я ж не вумен ну я я кринж вумен сами сказали готова ооо капнуло на меня вы меня сбили мне нужна тарелка I need тарелка да я вас вижу но очень плохо тоже зрение плохое I need фарш это кстати не куриный это свиной по моему фарш я брала да фарш зисвы мини а вообще болуниезе или по-флотски оно должно быть куриным фаршем или нет я просто больше свинину люблю чем курицу ну типа котлетки свиные вкуснее битки кстати я еще тот чел который может попробовать сырой фарш особенно когда мама его мариновала заправкой всякой когда он с перцем с солью с приправой я могу его хавать ложками да нет это почему тут глисты я не знаю я люблю может мне просто в организме чего-то не хватает из-за этого я могу я реально ложками могу хавать сырой фарш глистов не хватает так соль перец кстати у меня проблема у меня соль закончилась но у меня есть обычная соль просто ну как не в этой хуйне а просто соль я думаю я думаю может нормально будет она просто крупная щас покажу она прям крупная а я пыталась ну я специально вчера эту упаковку купила для того чтобы пересыпать вот сюда но вот эта вот хуйня она не открывается я уже и ножом вчера колупала и чем я только не колупала кипятком даша я сейчас еще все по обжигала все на свете кипятком не зубами не получится я вчера пробовала макароны помешать надо блять я с вами заговорилась чуть не слиплись понимаете вот это вот масло не забудь масло куда короче что мне солью делать мне вот так вот и кидать просто другого варианта нету а она очень крупная ну посмотрите кидать так ну она расплавится да наверное теперь делаем вот так вот чекать чекать не обессудьте так моя мама делала всегда блять я как будто котлеты делаю а не макароны по-флотски отвечаю ну ладно вы где мама мама дома наверно я думаю еще какую-то приправу кинуть потому что оно никакое но у меня блять кетчупа нету там надо было добавить сюда томатную пасту или кетчупа у меня ни того ни того нет че ты не бах я лучший чат я знаю об этом кстати у меня есть приправа которая называется паприка салона мейлона может паприки въебать я понял короче девочки хуевая идея была готовить ничего страшного оно будет съедобное сто процентов просто не будет паста баланьеза это будет паста с мясом с котлетками самое обидное что это потом есть нужно будет так я ж буду это есть а не вы если завтра стрим будет значит ну типа я живая я знаю что он противно но я его попробую можно еще поперчить спасибо большое за донат может еще ферри добавим ладно шучу то у меня нет глистов ну вы знаете вообще как проверяются есть глисты или нет просто если у вас в жопе что-то ковыряется вот там где очко если вас там что-то беспокоит чешется то есть глисты если такого нету то глистов не ладно я думаю можно уже ставить сковородку на плиту макароны я только что помешала спасибо что напомнили теперь у меня проблема я испачкала все что только можно фарш готов мне теперь надо о блять выноси мусор девочки бесплатно это вот все вот этот срач собрать собрать блять 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 перевернуть камеру а ну-ка еще раз попробую перевернулась ебать а что в тот раз было не так пиздец ну слава богу что хоть продолжился сейчас буду закидывать фарш ну я вам так скажу пахнет неплохо котлета здоровая будет да это будет одна огромная котлета сто процентов получится кусок котлеты то есть она не будет рассыпчатой смысле блядь она реально в одну котлету превращается в чем прикол почему типа вот это надо стоять мешать воды немножко добавим твоя ее и накрыть наверно крышкой надо да А я не знаю, наху я вода, мне так сказали Блядь, если вы меня наебали, будет очень плохо, потому что у меня больше нет фарша Будут просто макароны Но макароны уже практически готовы Они не соленые вообще ни хуя А теперь я их, походу, пересолила Я такой олень просто, нахуй Лучше повара не найдешь, не сыщешь Я не знаю, наху я мне сказали добавить воду Мне кажется, это полная залупа, надо ее вылить Потому что она тушится, а не жарится Блядь, минус фарш, походу А вы знаете, сколько фарша стоил? 360 гривен за вот это Пиздец Перевод продуктов Биларик Диасимпл, блядь, сидит под духовкой В духовке, чилиться Готовится, вот еще медиум рейр, нахуй Так Что? Буду твоим поваром? Ты хочешь умереть? Тогда буду Для котлет нужен яйцо и хлеб Ну, у меня яйцо есть, а хлеба нет У меня только черный есть Вилкой по сковородке я башу Ну и что? Это моя сковородка, ей уже лет пять Она еще общежитие пережила, поэтому все нормально Ну, макароны, кстати, уже готовы, их можно вырубать Чтобы они не переварились Не обязательно Ну, я хочу баланьезы, понимаете? Знаете, что я подумала? У меня У меня есть Что это? Ну, это не томатная паста, это какая-то аджика от мамы Вот я думаю, может быть, просто в пасту вместо томатной пасты добавить что-то из этого? Вот компотики есть Вишневые еще какие-то, блядь Огурцы Ну, это аджика, да И тут, по-моему, что еще было Или нет? Нет, тут не думаю, нет Вот аджику можно добавить, она тут точно исправит все Так Макароны надо вылить сейчас Мешатые трепотилы час Я что, делать нехуй Я похожа на человека, который будет стоять фарш мешать все это время Ну-ну-ну, бро Ну-ну-ну Здравствуйте Я решила раздеться, потому что я сейчас буду выливать воду, чтобы не заляпать кофту Ну, блядь, это болоньезы, верьте мне на слово Блядь, ну типа болоньезы, окей Болоньезы по-трогичински тоже, чего нет Болоньезы по-стримерски Блядь, она вылится сегодня, это вся вода или нет? Ладно, нормально Банька-парилка, ёбли-горилка, водка и пивас Полный раскололаз Кстати, я вот, вы меня давно в майке не видели Ну да, плечи у меня широкие всегда от природы Но мне кажется, что после зала у меня такие руки стали более рельефные Вам так не кажется? Ну, блядь, я стою, мне кажется Нет? Ну и ладно Ну, они стали более, видишь, вот этой хуйни, вот этой хуйни, вот этой хуйни У меня раньше не было Накручивайся просто Спасибо Вы такие добрые Могли бы спиздеть мне, сказать Да, она стала такая рельефная Ну, кстати, мясо уже готово практически тоже Хотите попробовать? Оно даже не хуёвое, представляете? А не хотите? Как хотите Я вам предлагала Блядь Нам такие тройки играют А можно что другое? Могли бы Могли бы Он просто Шо за Жиши Это шо за трек Жиши Трек называется Жиши Это такой трек есть А, это Литвина трек Думаю, блядь, шо за Жиши Думаю, блядь Нет, тверка нет Я не смогу тверкать в лосинах У меня тупо не получится Для тверка просто нужны Штаны такие объемные А в лосинах Типа, блядь Как ты в лосинах по тверке Это невозможно А, у меня так Под ногой болит Это все Просто было не езжено А, у меня там А, у меня уже фарш приготовился Кстати, помните Помните, я вам говорила Про то, что у меня Разные сиськи И типа, ну Что вот Я не пиздела Про это Типа, что это проблема Я скоро буду ее решать Я хочу в этом году Сделать себе мамопластику Операцию на грудь Вот, вот Можете посмотреть Я уже плюс-минус Не стесняюсь Видно, да? Ну, видно же И она типа не стоит Она висит Ну вот А это я еще в топике Если я сниму топик Вот это Вообще свалится Вот сюда Нахуй Без рофлов Но я не буду это показывать Потому что, ну Стыдно Я думаю На Твиче Открыть сбор Собираю мне на операцию Вот когда мы собираем Хотя бы половину суммы Я вам скину фотку Сисик Ну Понятное дело Не голых Но до после Могу скинуть В принципе Так Знаете, что я думаю? Может быть Все-таки Добавить аджику туда Сколько стоит? До 10 тысяч долларов А вся операция С анестезией С лекарствами С реабилитацией С корсетом Короче, где-то 9 тысяч долларов Да хуя Да 5к стоит? Это зависит от Самой операции Мне не просто Надо вставить импланты В сиськи А мне для начала Короче Я же ходила Как-то Давайте сядем Я расскажу Хорошо Потому что Мне так стоя Неудобно Пиздец Сейчас Секундочку One second Короче Когда мне было 15 лет Меня прям тогда Очень жестко Напрягала моя грудь Потому что Ну все девочки Растут Там Грудь у кого-то У кого-то уже Пиздата У кого-то Просто нету А у меня Начала расти Только одна сиська Меня это Жестко напрягало Ну прикиньте Одна плоская А вторая Выпуклая Как это так? Думаю Что я за гомункул Такой Я жестко Комплексовала Из-за этого И подкладывала В лифчик Я покупала На два размера Лифчик больше И подкладывала Носок В лифчик И лифчик был С пушапом Ну типа Чтобы выровнять Асимметрию Хотя бы в одежде Да Ну то есть У меня прям Жесткие загоны Насчет этого были Если что Не ржите с этого Это не смешно Это как бы Вот По здоровью Я здоровая То есть У меня никаких Отклонений нет Просто Когда начался Пубертатный период Я становилась Женщиной Какие-то там Сбои в организме Произошли Вот Из-за этого Одна сиська Не выросла Ну она И сейчас Она выросла Но не сильно Короче Сейчас Подразите И в 15 лет Мама меня повела К мамологу Мамолог Это врач По женской груди Он меня осмотрел И сказал Пока тебе нету Типа 21 Максимум Что я могу себе Предложить Это Короче Операцию По Коррекции Груди Что это значит Берется Короче Это жестко На самом деле Выглядит И на словах Тоже Берется сиська Вот тут вот сосок Берется Вырезается Сосок По кругу Сшивается Сиська Стягивается И зашивается И зашивается Сосок Обратно Это делается Для того Чтобы Типа Короче Подтянуть Вторую сиську Чтобы она была Такой же Как и вторая Блядь Это жестко Звучит Согласно Он сказал Их надо Что тоже сиськи Что если Установят На молочную Железу То у тебя Может быть Закупоривание Молока И это Произведет К раку Молочных Желез К сиськам Короче Почему Я хочу Это сделать Потому что Это мой Недостаток Это мой Комплекс Банально Без лифчика Летом Я ходить Не могу По дому Я тоже Без лифчика Ходить Не могу Потому что У меня Болит Правая Сиська Из-за того Что она Тянется Вниз Она Висит Как у Старой Бабки Вы видели Как висят У бабулек Сиськи У меня Правая Точно Так же Висит И без лифчика Это выглядит Ужасно И когда Я например На лето Выбираю себе Купальник Я выбираю Плюс-минус Закрытый Купальник Чтобы не было Видно разницы То есть Я не могу Позволить себе Какой-то Красивый Купить Я выбираю Хуету Которая Закроет Мой Недостаток Это вот Можно привести У кого-то Ну там Комплекс Насчет его Носа Что у него Он большой Но он здоровый И с ним Все хорошо А у меня Просто Типа Блядь Разные Сиськи Мне это Дискомфортно Из-за этого И из-за этого Я никогда Своему молодому Человеку Ну типа Бывшему Не показывала Грудь Ее никто Не трогал Никогда Ну кроме Меня Понятное дело Ну как-то так И я хочу В этом году Это сделать Потому что Я понимаю Что Насобирать Да 9 тысяч долларов Это много И это Займет целый год Чтобы насобирать Но у меня есть вы У меня есть зарплата Сказика Ну и дай бог У меня ее не отнимут У меня есть родители Типа Я думаю Что Можно как-то Насобирать И жить Счастливой жизнью Не стыдиться Темой своей груди Вот вы думаете Почему я постоянно Блядь В балахонах На стримах Это потому что Если я одену Какую-то облегающую кофточку Мне надо надевать Ливчик Блядь Чтобы все было норм И я всегда комплексую Короче Да Это вот Как-то меня на стриме Спрашивали Какая у меня цель На 2024 год Это сделать грудь В принципе Все Я делаю ее Типа Ну чтобы вы сейчас Не хейтили меня Я делаю это Не для мужиков Чтобы они пялились На мои сиськи Нет И не хочу большую грудь Я хочу свой размер Просто одинаковый Двоечку Ну у меня сейчас Полторашка По чашечкам Ливчика Которых Но опять же Блядь Вот когда меня спрашивают Какой у тебя размер груди А я хуй знает Как его отвечать Потому что Правая у меня Двойка А левая Один Блядь С минусом Я не знаю Типа Я выбираю Ливчик По правой сиське Это каждый из адекватных Скажет Нахуй надо То есть Лучше мне Всю жизнь Ходить С этим комплексом С этой проблемой Не раскрепоститься Никак Когда у меня появится Молодой человек Я не смогу Нормально заниматься Интимом Да Когда там Грудь трогают Еще что-то Потому что я Блядь Буду комплексовать Ну типа Вдруг Типа Видят мои сиськи Скажут Ебать Это что Мать Пока Короче Есть люди Которые меня поддерживают Там Не знаю Спасибо вам большое Болоньеза готова Мне осталось Только Перемешать Мясо С пастой И добавить Туда Аджику Охуенная Болоньеза Вообще Далеко не Болоньеза Но Anyway Надо только Хорошего хирурга Это кстати Тоже проблема Типа У меня есть Ну короче Знакомая семья И У меня есть У кого спросить Насчет груди Чтобы сделали нормально Чтобы ничего потом Не болело Не гнило И что там Что-то Да Покажу результат Ну понятное дело Там типа В хирургических клиниках Фоткают до и после Для своего какого-то Каталога Журнала Примеров Я вам Типа могу показать Что будет после Это не проблема Ну понятное дело Не голую грудь Типа Бой чё Я чё вам Так Скажите Который час Пожалуйста Боже 15.49 Окей Можно перекусить Правда я не сильно голодная Но я на вечер себе готовила Но хоть попробовать стоит Что там получилось Потому что Если какая-то Прямо залупень Получилась То конечно Будет не кайф Что Так One second Тойлка А где вилка Который я мешала А вот А вот У меня вопрос А добавлять аджику Сразу Во всю пасту Или лучше В тарелке Это перемешать Или вообще Аджику Добавить В фарш Куда ее Добавлять Мне кажется Лучше Аджику С фаршем Перемешать А потом Это насыпать Сверху Да Блин Макароны Послепались Нахуй Повар От Бога Это я Тут водичку Надо слить Подождите Да Я в стрингах Я ношу только Стринги Самые удобные Трусы Ну фарш Норм Получился Это я не голодная Ну блять Я насыпала себе Ладно Отсыплю Чуть-чуть Я насыпала Блять Себе Вот Притом Что тарелка Маленькая Типа реально Маленькая Сейчас покажу Это маленькая Тарелка А это Большая Разницу Видите Блять Чуть тарелка Не выпала Так Кто мне банку Откроет Может быть Есть помощники Летсгири Я в зал хожу Я сама себе банку Открою Вообще Думали Что Влуп Вроде Норм О, мне видно Да Что я делаю Да Сегодня С компанией Планирую Напускать Меня Если честно Тоже Подзаебали ФК стримы Я хочу Делать Какой-то Да Не сказать Что сегодня Прям Контент Контент Ну типа Прям Вау Ну блять Хоть Что-то делаю Хоть не сижу За компом Блять Не пищу Приятного аппетита Спасибо Сейчас Сейчас Это Перемешаю Мне кажется Еще Надо Добавить Наконец-то Женщина На своем месте Блять Братан Ты видишь Ну я не рождена Для того Чтобы готовить Я вообще Олень Блять Рука Жопой Мое место За компьютером Как он Вкусно Выглядит Блять Пиздец Ну ладно Я насыплю Честно Я вам признаться Честно Я баланье Сделаю Впервые Типа Блять Я прочитала Рецепт Там всего Столько Надо Надо было На нее А я думаю Блять Ну фарш У меня есть Макароны Есть Все Баланье Заготово По итогу Там Реально Очень много Всякой Хуйни Надо было Купить Просто Чем в голову Пришло То Приготовила Из того Что под рукой Было Так скажем Не Ну в принципе Выглядит Норм Ну Насколько Из десяти Выглядит Ну Ладно Я себя Просто Успокаиваю В забейте Один Не Ну не прям Так Хуёво Ну Я думаю На пятерочку Точно Сейчас Просто Главное Как оно На вкус Будет Смачно Очень Смачно А если Фарш Хуёвый Получился Я купила Сейчас Покажу Я купила Вот эту Вот Злупу Честно Макароны С тунцом Это Очень Вкусно Но Вот Эти Вот Три Баночки Поскольку Они Тут Грамм По По 80 Грамм Это Вот Злупа Стоит Почти 400 Гривен А Нет 429 За Вот Это Это Очень Дорого Макароны У У У У Дорки Есть Сейчас Секундочку Да Тунец Вкусный Согласна Ну что Пробуем Наш Кулинарный Шедевр Я Думаю Это The Best Просто Лучшего Повара В мире Вы Нигде Не Найдете Настолько Красивого Элегантного С Разными Сиськами Мамина Джика Засейвит Ну Кстати Вот Моя мама Делает Очень Вкусные Закрутки Помидоры Сладенькие Вот Я не Люблю Квашеные Помидоры И квашеные Огурцы Вот Эти Вы знаете Которые Как Кислые Вот На маму У меня Прям Я Колу Только Без Сахара Пью Я Когда Сидела На диете В девятом Классе Я Себя Переучила Пить Необычную Кока-колу Колу Зеро И теперь Каждый Раз Когда Я Пробую Обычную Колу Где-то Там Знаете Я Гуляю В компании Нет Колы Зеро Есть Только Обычная Кола Я Пробую Думаю Блядь Насколько Она Сладкая Она Настолько Противная Нет Интимных Игрушек У меня Нет Севенап А я Не Люблю Севенап Самая Вкусная Газировка Для Меня Это Кока-кола На втором месте Это Швепс Который Я забыла Как он называется Короче Мохито Или не Мохито Короче Вот Я его Еще Люблю Фантус Спрайт Я Не Понимаю Меринда Там Что-то Пробуем Это Нифуево Получилось Ребята Оно Оно Нормально Ну Типа Просто Мясо С Макаронами Почти То же Самое Что Знаете Перемешали Котлеты С Макаронами На Блендере Я Сижу Халую Макароны Невозможно Испортить Поверь Мы Как-то С подругой Когда нам Было По 12 Решили Приготовить Макароны Думаем Ну Они В сухом Виде Выглядят Маленько Маленькая Порция Когда Они Развариваются Они становятся Больше Набухают Это Как С рисом С гречкой И мы Короче Всю пачку Въебашили В маленькую Кастрюлю Пошли Играть В танки Онлайн Приходим В кухню А там Просто Макароны Прилипли Ко дну Все Нахуй Горит Тастрюля Горит Макаронам Пизда А ты говоришь Макароны Невозможно Испортить Можно Даже Самый Банальный Бутерброд Испортить Ну Ладно Бутик Нет Но Вот Яйца Пожарить Тоже Нихуя Себе Надо Этот Рис Индей Ты В зале Занимаешься Я Обычно Белый Белый Рис Не люблю Я Больше Люблю Когда Он С Овощами Он Просто Обычный Рис Дефолтный Без Ничего Я Не знаю Дефолтный Нем Не Думаю У Немнож Кукуруза Есть Яйца Крабовые Палочки Может Мы Еще Успеем Успеем Крабовый Салат Заребашить Салат Да Он В одном Стрем Все Боже Я Наверное Так Противно Ем Sorry Не знаю Мне просто Кажется Что Я Как Свиноматка Ну Типа Не как Леди Там Представишь Человек Смотрит Как Человек Вот Чем Я Люблю Стримы Это То Что Я Вижу Только Себя В Отражении Камеры И Я Не Понимаю Сколько Людей Сейчас Сколько Глаз Пар Глаз На Меня Смотрит Если Было Перед Мно Сейчас Поставить 900 Человек В Кухне Я Не Буду Вот Сидеть Смотреть Как Я Что 1800 937 Сейчас Глаз Ну Да Вы Математики Я Нет Блять Приходите Угощу Вас Пастой Карбонат Болонезой Реально Смачно Ну Если Если Не Видеть Как Это Готовили То В Принципе Ну Доставка Только За Ваш Счет В Принципе По Новой Почте Могу Отправить Мне Сегодня Буду Ити На Почту Папе Телефон Отправлять Почта До Восьми Сегодня Или До Сколько До Девяти В смысле До Пяти Я Те Час Как Стукну Если До Пяти Я Не Успею Не До Девяти Наверное Макароны Мод Правь По Хваст До Девяти Спасибо Большое Я В Киеве На Светоши На Учусь Торжальную Экономичную Шаризу Такой Универ Я Училась Тоже В Торгово Экономическом Только В Ирпине Все Я Съела Там Мне кажется Протухнет Даже Если В Одессу Отправлять Пизда Этим Макароном Будет Могу Заморозить Маленькая Порция Так Я Просто Не Хочу Нажираться Морфер Или Как тебе там Приходи Я тебя накормлю У меня есть помидоры Черри По акции Вчера взяла Ой И что-то даже Кока-колу Не открыла Забыла За нее Да Давайте Приготовим Еще Салат У меня Есть Яйца У меня Есть Крабовые Палочки И у Меня Есть Кукуруза И Майонез В принципе Все Есть Только Проблема Крабовые Палочки Лежат Уже Не знаю Наверное Недели Две В холодильнике Но я Думаю Но я Думаю С ними Все В порядке Ну Должно Быть По идее Только Надо Сначала Яйца Поставить Вариться Сейчас Перетащу Идите Ко мне Мои Сладкие Перстики Сколько Там Срок Годности До 23 03 24 Ну Еще Нормально Только Не забудь Провериться Так Вы У меня Есть Вы Тут Зачем Будете Сейчас Мне Помогать Так Ну Крабовый Палочек У меня Достаточно Мне кажется Сколько Мне надо Яиц Наверное Штук 2 4 6 Это нормально Что яйцо Делает Вот так Тому Мне кажется Оно Уже Пизда Ему Вот это Не болтается Значит Можно Варить Просто Вот Это Не Свежее Яйцо Это Свежее Это Так Не Болтается Мне кажется Им Пиздец Мне кажется Их Лучше Выкинуть Блядь Это Огонь У меня Все Яйца Испортились Блядь Они Все Так И Вот Это Еще Нормально 2 3 4 5 6 Шо Разбей Одно Которое Хуевое Это Норм Ну Фу Она Воняет И Шо Мне С ним Делать Теперь Мне Выбросило Так Ставлю Яйца Вариться Все Найс Да Моя Мама Мне Уже Тоже Было Пизды Дало Мне Кажется Любая Мама Мне Уже Пизды Дала Если Честно За Такую Готовку Мне Нужен Судочек Такой Покатит Блять Хватит Хватит Нет Я думаю Должно Что Рис Кукуруза Кукуруза Мы Приготовили Уже Пасту Болоньеза Сейчас Будем Готовить Крабовый Салат Не Сожгу Я Хату Не Выливай А Что Мне Потом С ней Делать Пить Ну У 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 Кукуруза Но Я Не Особо Я Люблю Саму Кукурузку Знаете Есть На Островках Короче На Фудкортах Торговых Центрах Не Только Такая Хуйня Будка Стоит Где На Пару Делают Кукурузку С С С С Чем То Это Просто Божественно Это Произведение Искусства Поняли За Что Я говорю Нет Не Не Поняли Да Лучше Мусор Побыстрее Выпросить Чтобы Так я Сегодня Буду Уходить Из дома Уходить Из дома Идти на Почту Я Выброшу Мне кажется Пизда Этим Крабовым Палочком Что Есть Как Вот Такое Ощущение Небольшое Пиздеца Да Похуй Ну Так Мне Хавайте Это Вам Реально Похуй Ну Ладно Она Просто Какая-то Слизкая Они Не Кислая Сейчас Я Попробую Не На вкус Она Нормальная Она Просто Слизкая Хочу Продемонстрировать Блядь А как Поднять О Чтобы Хоть Видели Что Я Делаю Нет Они Не В Морозилке Лежали Они Две Недели Лежали В Холодильнике Плюс Диарея Да Блядь А что Я Столько Продуктов Посмотрите Они Аж Красятся Это От Кровых Палочек Просто Я Столько Продуктов Перевожу Я Не Хочу Не Хочу Выбрасывать Я Только Что Попробовала Ее Ну Она Нормальная На вкус Да Она Немножко Склизкая Ну Если Обозрешь Что Это Были Плохие Ну Вот Так И Есть Я Буду Лучшей Женой Женой На Свете Да Ну Они Полежали Две Недели В Холодильнике Блядь Я Попробовала Они Нормальные Куда Сходить Бедру Это что Это Бедренка Типа Салат Называется Не Крабовый А Салат Диарея Ну Этой Крабовой Палочке Пизда Она Засохла Блюда Под названием Диарея Диарея Это Французское Слово Лучшая Еда В мире Переводится Что Музыки Нету На фоне Выключилась Походу Спать Пошла Панкреатина Перед тем Как хавать Выпей Что Может Ладно Окей От Сырого Мяса В принципе Ничего Не может Быть А вот От Испорченной Продукции Из рыбы Ну Это что Фарш Рыбы Если Не ошибаюсь Крабовые Палочки Из этого Делаются Может Быть Пизда Может Быть Конечно Весело Мне Но Оно Не Из краба Тут Фарш Рыбы Обычный Крабовые Палочки Из краба Где-то Такое Видел Только Во снах Развешу Вроде Вроде Нормально Вроде Нормально Вот Чекайте Склад Сурими Рыбный Фарш Сахар Стабилизатор Просфарт Терри Натрию Текстура Какая-то Текстура Нахуй С Майнкрафта Видимо А что Мне Яйца Ники Пят Вопросик Ты Жаришь Крабовые Палочки Во Фритюре Что Обзор На Хату Так Я Уже Делала Когда Маша У меня В гостях Была Я Хату Вам Показывала Вместе С ней Когда Она Первый Раз Ко Мне Приходила Че За Маша Из Маши Медведь Чаришь Такую Блядь Это Я Порезала Крабовую Палочку Понял Дай Сейчас Включу Музыку Секунду Секундочку Я Ручки Помою У меня Кстати Скоро Стабилизатор Сядет Надеюсь Нам Хватит Достримить Ну В принципе Выглядит Нормально Как Обычный Салат И Не Скажешь Что Склизки Крабовую Палочки Кстати Я Вчера Расщедрилась И Купила Себе Этот Кока Колу В стекле Просто Я Помню Мне Всегда Говорили Что Кока Кола В стекле Она Якобы Вкуснее Чем Обычная Я Решила Попробовать Затестить Так Это Или Не Так Я Лучка Не Работает Спасибо Мамочка Заработала Яйца еще варятся, значит стрим будет еще где-то минут 20-30 Егеря на вытяжке, да, это подруга мне подарила Сейчас покажу Егермейстер Барби Герл Как он, девочки? Тут еще пожелания написаны, моя фотка с Олей Видно, нет? 21 год выдержки, ну да-да С возрастом все лучше, как вину Или как Егермейстер Май лавит Май лавит Май лавит О-о-о, I get in my face and love with you Май лавит Май лавит Май лавит Ой, девочки Вы любите глазированные сырочки? Это самый вкусный сырок на планете просто Ну, конечно, я не все пробовала, но мне кажется, он самый лучший Он с ванилькой, а мне еще нравится с клубничкой и с сгущёнкой Чудо-чадо Не самый, мне чудо самый вкусный Я пробовала волошковое полое, еще какие-то, ну вот этот самый прикольный С печенькой не люблю, кстати Как мой ник Тампон Самый вкусный, это тот, который по скидке So real Блядь, но меня до сих пор Вносит с этого апельсина Я не могу, я просто не могу понять это как Это типа апельсин в апельсине Это беременный апельсин Или это какой-то мутант Слоу, они дорогие эти сырочки Если брать из обычного сегмента, то вот Это чудо, это самый вкусный Фаршированный апельсин Апельсин с апельсином Дабл апельсин Выебанный апельсин Не вылез Блядь, апельсин рождается с апельсина Я думала, они с деревьев растут Они, кажется, оказывается размножаются Понял Я не люблю картошку Посмотрите, какая у меня Какая у меня гнида под носом вылезла Ну, этот, ладно Этот еще дефолт Вот это Она так болит, и она не выдавливается Сука, я когда разговариваю Я его чувствую, потому что Нос шевелится Танюша Где заяц? Какой? Какой заяц? Блядь, яйца даже еще не закипели Чё так долго? Я даже Я думаю, что можно такое показать прикольного А мне даже показывать нечего Ну, в плане в квартире Можем просто пройти прогуляться, правильно? Мои уже кипят Да твои, понятно, такую красотку видел Конечно, конечно Как же светло в хате, вау О На Это Я вообще писать хочу на самом-то деле. Я бы пописала. Кстати, надо проверить, что там папа на телефон. Это мое рабочее место. Ой, а что с тобой? Вот. За вот это не спрашивайте. Это чтоб свет был лучше на стримах. Да, я иду писать. Только вы там тихонечко посидите, хорошо? Это не слушка вещей. Я вырубаю микрофон. Спасибо. 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 Блядь, вот давайте по чесноку сейчас с вами поговорим. Тут 80% людей не моют руки после туалета. Если я в общественном месте, то понятное дело, что я мою руки. Ну, тоже не всегда. Но, блядь, у меня закалённый иммунитет. Я выросла у бабушки на огороде. Я жрала землю. Ну, овощи с земли грязные. Со мной всё нормально. Я идеально здоровый человек, слава богу. Максимум, что у меня есть, это вот разные сиськи. И то это не из-за огорода и грязных рук. У меня зато будет пиздатый салат. Да. Дорого такая хата стоит. И честно вам сказать, я уже задумываюсь о переезде с этой хаты. Потому что я её вытягиваю. Короче, я 70% своего заработка на хату трачу. Не, не в палатку, просто, ну, в другую квартиру. Иди, мои руки, алло, Ванючка. Двести гривен доната, я иду мыть руки. Не, а хули вы доебались ко мне вот это за грязные руки? Хотите, я вас потрогаю? Ха-ха, теперь и вам надо мыться. Гавняшки. И уредите монитор с мылом помойте. Что за трек это The Weekend плейлист играет? Какой трек, точно не подскажу. Всё, яйца кипят, засеките, пожалуйста, 7 минут с этого момента. Сейчас 1 час 05 стримлю. Короче, через 12 минут можно врубать. Когда кино вчера было, вообще-то мы ужастик с вами смотрели. Не помните про ебанутую мамашу? На что ты выводишь с донатпэя? На гривневую карточку. Там, правда, комиссия очень большая. Например, недавно, где-то полмесяца назад я выводила 6900 рублей. Мне пришло... Ну, 6900 рублей это 2 400 гривен. Мне пришло 1900. Ну, то есть минус 500 гривен просто с нихуя. Поэтому такое. Но по-другому там никак. С 3 месяца зубарем. Мы с ним разные. Он классный стример, я лох ебаный. Сколько аренда квартиры? Я... Ну, типа... Вы точно хотите это знать? А там через крипту, по-моему, не можно. Нельзя. Альтеративы для доната есть, чтобы комиссия не кусалась. У меня не только донатпэй подключено, у меня еще донателла подключено. Но на донателлу могу только с Украины донатить. Ну, или на карточку Примикон. А если ты из другой страны, то там, по-моему, никак. Хотя хуй его знает. Никто не пробовал, наверное. Хата стоит больше 700 долларов. Больше. Каково осознавать, что квартира в месяц получает больше тебя? Да это пиздец, честно. Я переезжала, потому что у меня было все хорошо по заработку. Сейчас я понимаю, что у меня тупо вся почти зп уходит. Ну, как зп. Ваши донаты, казик уходит на квартиру, на обеспечение хаты. И я думаю переезжать. Ладно, блядь, похуй. Тысяча долларов квартира. Тысяча долларов ровно. Ну и плюс коммуналка. Коммуналка, блядь, я вроде нихуя не делаю. У меня в этом месяце коммуналка получилась 3400. То есть, короче, грубо говоря, 1100 долларов плачу за хату. Это дохуя реально. Там Оля хочет, короче, с Рики переезжать обратно в Украину, в Киев. Я думаю, может, я и одну комнату снимать у меня. Будем пополам квартиру платить уже нормально. Тем более, что у меня одна пустая кровать. Квартира трехкомнатная. Два туалета, гардеробная, две комнаты и кухня. И зал. Ну, типа 100 квадратных метров, 103 квадратных метров. Да хуя, да. Просто, знаете, чем мне нравится? Расположение квартиры. Она в хорошем районе находится. И у меня тут все близко. И мне нравится. Я не хочу переезжать. Но понимание того, что я на хату все свои деньги отдаю, извините. Но это как-то грустно. Вот. Я бы какую-то, может быть, двушку бы сняла. Такую. Ну, не 100 квадратов, а квадратов 55-58. Просто я всегда мечтала, чтобы у меня стримерская комната была отдельно. То есть не в той комнате, где я сплю, а вот отдельная комната, как кабинет. Вот у меня так и получается. Одна спальня там, где я сплю, чилю. И вторая комната, это там, где я стримлю. Все. Ну, и зал, понятное дело. Если гости приходят, что бывает очень редко, можно в плойку поиграть на телевизоре. В Варшаве вообще сложно, там дорого тоже. Еще из трубы на машину капает. Да, пиздец. Не, у меня нету плойки. А, плойка в PlayStation, да, PlayStation у меня есть. Но он не мой, мне дали попользоваться, потому что человека в Украине нету. Сколько там еще? Три минуты, да, еще яйцем вариться. Ну, ладно. Просто я встала. Нахуя я встала? Непонятно. У меня PlayStation 4 Plus, или как она там, короче, не самая новая. Свет вернули? А, за носиком. И стержень на боксе горит белое, второе красным. Тебе надо просто пойти поменять его. Он наебнулся у тебя. Если вот эта вот кнопка вот эта вот горит красным, иди вайка сменяй его, если еще гарантия есть. Сейчас 16.17, да, время? Или нет? У меня просто на духовке написано 17.18, но я же не думаю, что уже 5 часов. 16.37. А, блядь, у меня просто время не пролитет. Не могу понять, сколько время. Который час. Двушку в этом районе сколько стоит примерно снять? Вот в том-то и прикол, что в этом районе двухкомнатная квартира стоит на 100-150 долларов меньше, чем трехкомнатная. То есть по логике вещей выгоднее снимать трешку. Двушки тут стоят 750 долларов, 800 долларов. То есть разница небольшая. А квадратура намного больше. Я уже жила в студии. Три месяца назад я жила в однушке. Это типа как студия, только там кухня отдельно была. Просто стенка, перегородка. 200 долларов не деньги? Нет, 200 долларов это деньги. Это как раз типа заплатить за парковку. Но я просто говорю о том, что если сравнивать квадратуру, двухкомнатные квартиры это где-то 50 квадратных метров, 58 потолок. Трешка это 100 квадратных метров. То есть разница в 40 квадратов. Это как бы еще дохуя так прилично. Так где такие цены? Это в Киеве. Ну, понятное дело, если ты смотришь где-то на Академгородке, на Святошино, на Дарнице, на Позняках, то там можно и за 18 тысяч на эти квартиры. 18 тысяч это сейчас где-то 500 баксов, чуть-чуть меньше. Но расположение... Мне не главное... Ну, вообще главное ремонт хороший, но он может быть просто минималистичный. Вот такой вот ремонт, который сейчас сзади меня, мне не нравится. Он слишком какой-то вычурный. Вот эти вот люстры, блядь, мрамор везде нахуй. Ну, мне такое не нравится. Я люблю минимализм. Но и на Позняках я снимать квартиру не хочу. Не, я не на трещине. Хай-тек? Хай-так. Это сегодня описывает мою готовку. Хотели хай-тек, а получилось хай-так. Доставай яйца. Да, точно. Яйца. Яйца, Таня. Сейчас сделаем всё. Вдох. Я Abrам Paulo. С 작 ANYмираю. Исны с руководством. Держись. Про Bro, тейл? Вдох. Субтитры сделал DimaTorzok Так, я, наверное, очки надену, потому что я вас не вижу Hi Да мы уже почти все приготовили, осталось только салат сделать Я стримлю уже где-то 2,5 часа Но мне кажется, яйца не доварились, они мягкие А нет, норм Кстати, у меня нету вот этой вот хуйни Такая сеточка круглая, поняли, через которую яйца выдавливают Мне придется их резать Ну, не придется, а в плане надо будет порезать У меня есть, мне мама передала У меня тоже была на той квартире, но я ее где-то потеряла при переезде Мне тоже она от мамы передалась по наследству Почему такой онлайн? Какой такой? Маленький, типа Я просто стример неинтересный Немало салатика Да я его, блядь, даже не съем Опять испортится в холодильнике Крутая стримерша онлайн, маленький Ну, ничего страшного, блядь Попробуйте тоже, знаете, набрать 800 человек онлайн Это тоже не... Ну, да, согласна, мне бы хотелось тысячи, полторы, две Больше на онлайн я не претендую Ну, типа, там, по пять тысяч Я не считаю, что я прям какой-то контент-мейкер Но полторы тысячи, думаю, было бы у меня достаточно Просто, типа, блядь, Twitch это нестабильная хуйня Точнее, если ты стабильный на Twitch То и онлайн будет плюс-пинус стабильный А так как я нихуя не делаю Стримлю за компьютером АФК Людям это надоедает Вот когда мы с Машей делали последний раз ИРЛы После этого у меня на АФК стримах по тысяче человек сделала Ну, типа, норм Просто надо что-то делать А мне очень тяжело собраться Типа, вот, даже этот стрим Мне было так лениво запускать Не потому, что мне не хочется с вами общаться А просто мне кажется, что я запущусь У меня будет опять маленький онлайн Я тельтану Вот А как только я запускаю стрим У меня сразу настроение поднимается Типа, вы меня обеселите Я вас тоже, надеюсь Вот Просто мотивации нет, наверное Хуй его знаю Блядь, яйца настолько горячие Что мне кажется, они сейчас ожоги на руках будут Подъедешь ко мне, схаваешь, чтобы не пропадало Честно, если бы у меня был какой-то знакомый бомж Я бы ему отдавала еду, которая скоро испортится Или которую я не ем Потому что у меня есть такой маленький грешок Я выкладываю продукты Ну, они портятся Типа, я накупаю всякой хуйни Не съедаю ее И она портится Был бы какой-то знакомый бездомный Или хотя бы собачки бегали под домом Я бы им отдавала А так у меня ни собак, ни бомжей Некому есть Я не знаю, почему именно стримы нравятся мне Я с детства люблю Ну, я с детства Артистичный человек Я люблю Общаться Я люблю, когда я на публике Я в детстве постоянно на сцене выступала Всякие стишки рассказывала Танцевала Гимнастикой занималась Выступала Как-то поехали мы с мамой в санаторий У меня мама работала в интернате Для детей малоимущих семей И там им, типа, каждый год летом Выдавали путевки Ну, и мама моя ехала как воспитатель И брала меня с собой И я там, блядь, перед всеми детьми На сцене А-а-а Дэнс-дэнс Вот Ну, типа, я всегда люблю быть в центре внимания Поэтому, наверное, и твич Стишок со школы какой я помню Да много стишков Ну, как Пару штук точно помню Просто они Они такие невеселые Куда ты так крупно режешь яйца? Брат, они очень горячие Я хочу просто побыстрее доготовить салат Потому что мне кажется, что я обосрусь от этого салата У меня яйца лежат в холодильнике уже непонятно сколько Крабовым палочкам тоже там пизда уже Поэтому мне кажется, этот салат, блядь, я его попробую Вечером у меня пропрет на срачку На такой жидкий понос И все И придется выбрасывать это все Я крупно режу яйца, потому что у меня специального ситечка нет Да и тем более я это одна буду хавать Я же не на выставку Мне похуй, как я его режу Хочешь для тебя вот специально, сейчас меленько порежу Это рандомный плейлист играет, я не знаю Все, да? А, еще одно лицо Ребята, онлайн к заработку на твиче не относится У человека может быть 5000 онлайн, но он никакую рекламу не берет Он ничего не зарабатывает Это не так немножко работает А человек с 300 людьми на стриме может зарабатывать 500 баксов Просто я не знаю, как вам это объяснить Если это какой-то казик или букмекер К этому очень сильно влияет актив подписчиков То есть, да, вот ты рекламишь какую-то букмекерку Блядь, люди на это ведутся, на эту хуйню И потом рефуются за твоей ссылкой Как они, блядь, называются? Рекламодатели видят актив и просто продлевают тебе Или повышают зарплату, так скажем Типа, я не знаю, как это вам объяснить Короче, онлайн к заработку не зависит Как давно секса не было? Года два А ты думаешь, что у меня опрыщило всё? Так, салат готов Блядь, ну вот это слишком крупно Салат готов Чуть не бы яйцом не подавилось, блядь Осталось его посолить Мазиком я мазать его не буду сейчас Чтобы он в холодильнике подольше постоял Мазиком намажу потом уже перед едой Посолить А у меня соль, блядь, такая Есть ещё вот такая Но она тоже крупная Но не такая крупная, как та Блядь, но всё равно Её убить можно, но тоже Блядь, короче, надо сегодня за тем магазин Купить нормальную соль Толкучка есть Ну, для картошки есть толкучка Короче, норм Это соль для ванны Ну, точно А хуй ли она на кухне забыла? Так, ребята Салат готов Найс Я думаю, всё-таки Сделать ход конён Блядь, как так вас поставить? Пересыпать всё-таки фарш в лапшу Потому что у меня нету пустых судочков Для того, чтобы Ну, куда-то это деть Хоть конём Да, ребята Хоть конём, ебать Сейчас это перемешаю Чтобы оно не слиплось Всё В скайпу Паста готова Посмотрите, какая Замечательная Боланье Загибать Паста готова Это в нусор Что? Я с Киева, да, ребят Ну как Я сама не с Киева Я просто тут живу А ещё у меня тут пиздец происходит С мусорным ведром Да, девочки Да, запашок, конечно, неприятный Я на каком этаже Выше десятого Я живу Это тоже мусор Потому что она не открывается И пойдёмте Я так Двери поставлю Чтобы я когда шла на почту Я не забыла выбросить Всё, кайф Всё, с кайфариком Мы приготовили пасту Мы приготовили салат Я даже перекусила Как ты относишься к хозяевам? А как ты относишься к Баби Горл Которая стрим хуйней делает? Я тоже обожаю Легенда Никогда не понимала такие вопросы Как ты относишься? А как ты относишься? Я не отношусь к ним Ну похуй, существует и существует Мне с ними не стримить Мне с ними детей не крестить Они с другой стороны Мне как-то Пухло плюс пухло Можно на салатик подойти? Да, приходи Давай, let's go Так, у меня 10% на телефоне, ребята Сейчас уже где-то 5 часов, да Я сейчас ещё с вами посижу Минут 10 Если у меня телефон не отключится Даже больше, может быть Я тут себе достала срочек Я хочу срок покушать И покурить И закончить спину Без 5,4? А, без 5,5 А потом Почему я вешу 66 килограмм? Потому что ты жрёшь всякую хуйню Для моего роста это нормально Просто у меня пышные формы, так скажем У меня ляхи не худые Далеко не худые Руки тоже Пресса, ну пресса нет Ну и живота нету толстого А я люблю худых девушек Прям таких худощавых, поняли? У которых Рёбра торчат Ну у меня, в принципе, тоже Рёбра торчат, если вдохнуть Но всё равно Рост метр семьдесят девять Вот, знаете, типа Как это называется? Идеальные параметры для модели Это там девяносто-шехдесят девяносто У меня восемьдесят четыре грудь Талия шестьдесят семь И бёдра сто три Или сто два Жопа большая Ну ничего, я хожу в зал И не просто жжу Я занимаюсь Головная душа Как вам моя душа, чат? Я груша, да Парней каких любишь? До разных Просто, типа Вот у меня было Два бывших молодых человека Шестнадцать лет И восемнадцать И Я вам так скажу Первый на второго Вообще не похож Типа они Абсолютно разные Было дело Когда мне Александр нравился Он был симпатичен мне Так скажем Так он вообще Ну другой Типа, блядь Вообще Нахуй Не такой, как мои бывшие У меня все были Темноволосые Вот такие вот Дрещавые И высокие А он Блондин, ну он такой Светленький Ну я Артур Ну, блядь Я ж За него ничего не говорю Я тебе нравился? Да Сахарный человек Мне двадцати Да, с Машей будут стримы Я просто как приехала Я еще все не виделась Надо с ней хотя бы на кофе, блядь Встретиться Моментально с Аней очень разные Блядь, мы вообще Ну вот я пообщалась Этим человеком в жизни Он супер своеобразный Вообще не такой Вот я, знаете, такая С ебанцой немножко Веду себя как вот Маленький ребенок Знаешь, тебе такая Ну, не скажешь, что мне двадцать один Да, то есть я не взрослая Вумен, которая уже думает Так, ну, семья, дети Не Мы разные, пиздец Не, у меня нет парня Какой рост? Метро, семьдесят девять Блядь, внушевые Попугай вам тут, чешо Да, я учебу уже закончила В этом году Летом И что же ты можешь мне Про него рассказать Такого интересного Тук запиваю колой Блядь, чел тук С колой хавает Давай приходи Я тебя баллонеза накормлю Я вот чел бы в рот ебал Училка спросила За домашку Спроси, сделала ли я На домашку от Тайлера В Украине есть тук, конечно Боже, вот Я умею петь плюс-минус То есть я не прям Кринжово-хуево пою Знаете, в ноты не попадаю Но вот высокие ноты И вот как он поет Я вообще не могу взять А как будто писклявая собака Которые на хвост наступили У него какая-то новая песня вышла Я как за под нее отнанцевала Как она называется Может вы мне подскажете Дымок лучше? Сейчас Сейчас я вам включу дымок Где буква И? Нашла Надерзла тоже Кручничок Смешал под дозой табачок Курнул, но вроде не навоз Кентишка Дунул паровоз Ну что могу сказать И вы Афганка Да, по веселению Опять сидим Опять сидим Глядим в окно Прибила так, что все равно Дымок Пошел по комнате Дымок 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 окутал по талу Дымок Пошел по комнате Дымок Дымок Вдруг сзади Кто-то нам собрал Но мы в атлетку попала Зашел Детишка Изнулила Закинул Восемь литров пива Ну что могу сказать И вы Афганка Да, по веселению А так сидим Глядим в окно Вообще Прибила на говно Дымок Пошел по комнате Дымок 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 Как утал по талу Дымок Пошел по комнате Дымок Курнули шум Как же я делаю? С него поймали шумничок Опять прогнали паровоз Прибила сука Аж до слез Ну что могу сказать Что черевые Афганика Да, по веселению А так сидим Глядим в окно Там дождь идет Уже давно Дымок Пошел по комнате Дымок 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 Как утал по талу Дымок Пошел по комнате Дымок 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 Как утал по талу Все, конец О, асфальт осень Восемь Восемь Подо мной М5 Асфальт Восемь У нее биргин Чвета осень Она закурит Но я бросил Айс занижает Кадус Рок Сюда Подо мной М5 Асфальт Восемь У нее биргин Ты мог еще раз Хотите Блять Может что-то другое Сейчас А вот Fifty-fifty Я песок Ты не фертите Вот этот трек Новый Да-да-да Сейчас Ты не фертите Ди-ф Мы нашла Я правда не знаю Этот трек я вас слышала один раз Я брел однажды по пустыне Трусак с бутылкой в мартини Вокруг шикарный внешний вид Песок и куча пирамид И тут вдруг раз И вот смотрите Передо мною не фертите Я думал это в мираже Богиня блять Не ближе Но я схватил ее за руку И охерел Живая сука I'm swine Fifty-fifty Я песок И не фертите 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 Она была спокойна с виду И мы зашли с ней в пирамиду С ними рубашек Там я стесняюсь И ее дело как магнит Который час Какое время Четыре дня я с нею в теме Я брел однажды по пустыне В трусах с бутылкой и маратине Я это помню до сих пор Об этом знает весь мой двор Я не знаю как под это танцевать Я вообще не умею танцевать А у кого видите этот как джигабль я буду Я песок и не фертитит какой он ли фанс девочки вы что и танцевать стесняюсь рубашку снять они мне про не фанс лил морти джем это что у меня не работает мне типа тут мой аккаунт ютуба на телевизоре но не работает у меня реки а что и и и и и и и и Ай, девочки, у меня просто тут нету моих треков почему-то. О! Она снова полюбилась, снова не того, Все заранее рассказали ей карты Таро. Она снова полюбилась, снова не того, Все заранее рассказали ей карты Таро. Слезы по щекам дождь окутал район, Как по нам хотелось, как раньше в район. Она снова полюбилась, снова не того, Все заранее рассказали ей карты Таро. Слезы по щекам дождь окутал район, Как по нам хотелось, как раньше в район. Мы разные погоды, мы разные погоды, У меня доходы, у тебя расходы. Внутри, сука, так темно, Будто гаснут фонари, Забирай все мои деньги, Но, пожалуйста, не ври, Мы не плачем от ударов Таро. Нам все это до пизды, Егорик, пизды, Не договариваешь. Она снова полюбилась, снова не того, Все заранее рассказали ей карты Таро. Слезы по щекам дождь окутал район, Как по нам хотелось, как раньше в район. Она снова полюбилась, снова не того, Все заранее рассказали ей карты Таро. Маскова. Слезы по щекам дождь окутал район, Как по нам хотелось, как раньше в район. Да, я напрасно ищу в тебе то, Что когда-то давно я сомнел, разглядеть. Да, я вернусь и расставить по бокам, Расставить цветочки, дай мне пару недель, Да, я жива, это будто метель, Дай улететь. Когда это уйдешь, уйдешь, уйдешь сеть, Да нет. Внутри, сука, так темно, Будто гаснут фонари, Забирай все мои деньги, Но, пожалуйста, не ври, Мы не плачем от ударов Таро. Нам все это до пизды, Слезы пацана проливутся от любви. Она снова полюбила, снова не того, Все заранее рассказали карты Таро. Слезы по щекам, дождь окутал район, Как бы нам хотелось... Слезы по щекам, дождь окутал район, Как бы нам хотелось... Слезы по щекам, дождь окутал район, Как бы нам хотелось... Как раньше вдвоем. Все, спасибо всем. Можно врубить что-то нормально. Ну, блядь, у меня было настроение попеть, Понимаете? А вам что, вам что-то не нравится? Блядь, я вроде нормально пела, танцевала. Я просто говорю, у меня нету моего плейлиста почему-то на телевизоре, У меня вообще нету плейлиста. Чипи-чипи, чапа-чапа. Я уже буду стрим заканчивать чат, У меня чипи-чипи, блядь, Телефон садится 3%, поэтому я уже буду заканчивать. Окей? Сейчас я его включу чипи-чипи. Я без очков впритык к телевизору, блядь, не вижу И. Ну да. Там, послета засунули утону. Чипи-чипи, чапа-чапа, рубилируми а ну как меня видно а 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 Чё, Эф, реально? А, нету Эфа, всё нормально. Увидел ПК? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok